В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В День защитника Отечества глава муниципалитета Алексей Спаский возложил цветы на Аллее Славы. Всех военнослужащих, всех ветеранов, всех, кто несет боевую службу, я поздравляю с этим праздником. В районном центре культуры и досуга чествовали военнослужащих Ленинского городского округа. Люди, которые выбрали своей профессией Родину защищать, ну вот для каждого, просто, наверное, с детства это образец. Более полувека на страже закона сотрудники УМВД поздравили с праздником ветерана уголовного розыска Ивана Белова. В преддверии Дня защитника Отечества, а вы настоящий защитник Отечества, и продолжайте его, будучи ветераном. Поэтому, ну, примите скромно от нас. Маленький тут подарочек. День защитника Отечества – особый праздник, в который чествуют те, кто завоевал ратную славу, тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей Родины. 23 февраля на Аллее Славы собрались представители местной власти, чтобы возложить цветы к вечному огню и тем самым почтить память воинов, отстоявших ценой своей жизни мир на нашей земле. Это праздник солдат, офицеров, моряков, летчиков, тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины, тот и сейчас находится на моем посту и точно так же защищает мирное небо на нашей головой и границе нашей страны. И поэтому всех военнослужащих, всех ветеранов, всех, кто несет боевую службу, я поздравляю с этим праздником. Не зря Россию называют Великой Державой. Это страна, в которой живет великий народ. И мы, живущие ныне, должны помнить подвиги своих предков, уважать героев наших дней. На этот день, прежде всего, всех наших мужчин хочется поздравить, пожелать всем здоровья, вспомнить сегодня тех, кого с нами нет, почтить их память. И, конечно, самое главное в этот день рассказывать, объяснять нашим детям, нашему подрастающему поколению, что такое защитник Отечества, во имя чего наши прадеды и деды воевали. И, конечно, хочется всем пожелать мирного неба над головой. Гордиться подвигами отцов и дедов, растить молодое поколение патриотов – вот наша главная задача. Хочется поздравить наших дорогих защитников с этим замечательным праздником, с Днем Защитника Отечества. И пожелать нашим защитникам мира, добра и благополучия, чтобы никто никогда не познал, что такое война. И чтобы наши защитники, стоя на границах, были спокойны за свои семьи. Возложил Алые Гвоздики на Аллее Славы депутат Московской областной думы Владимир Жук. Парламентарий вместе с партийцами местного отделения «Единой России», молодогвардейцами и общественниками почтил память героев войны и поздравил всех причастных с 23 февраля. Хочу пожелать всем мужчинам, а по сути это защитники, защитники своих семей, защитники своей малой родины, всей страны в целом, хочу пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа, быть всегда на высоте. И пускай в каждой семье живет мир, добро и любовь. И, конечно же, всем нам мирного неба над головой. Далее Владимир Жук побывал в районном Доме культуры и досуга, где прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества. Просторный зал ДК был полон людей в военной форме. С приветственным словом, героем наших дней, обратилась заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Люди, которые выбрали своей профессией родину защищать, ну вот для каждого, просто, наверное, с детства, это образец воли, чести, достоинства, смелости. Отдельные слова благодарности личному составу и командному составу частей на территории Ленинского городского округа, которые неоценимый вклад вносят в воспитание, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сергей Богатырев заступил на службу 15 лет назад и ни разу не пожалел о своем выборе. Любовь к родине, мы военнослужащие, главное, достойно выполнять свой воинский долг. Впрочем, среди адресатов поздравления не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. И год от года число женщин в военной форме только растет. Я бы пожелала карьерного роста, взаимопонимания, здоровья – это самое главное. И хотелось бы, чтобы все-таки люди шли служить, не боялись этого. Гордость за ту страну, в которой мы живем – это военные традиции, подвиги наших героев, которых мы чтим, их память, которые заслужили авторитет нашей страны. Совершилось мероприятие праздничным концертом. В продолжение темы в поселке Петровское в честь Дня защитника Отечества прошел торжественный митинг, в котором приняли участие военнослужащие войсковой части 52-096, местные жители, ветераны, представители депутатского корпуса. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Для бойцов войсковой части 52-096 вместе с Днем войск ПВО, который празднуется во 2-е воскресенье апреля, День защитника Отечества – праздник профессиональный, но и в этот выходной день часть личного состава несет службу. Хочу выразить благодарность тем военнослужащим, которые в данный момент находятся у нас на боевых постах, несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, прикрывают город-герой Москву, центральный промышленный район. Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества прошел в Петровском рядом с памятниками воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, труженикам тыла и столетию войск ПВО. Анатолий Бабич, секретарь Совета ветеранов поселка Петровская, выступая перед собравшимися, поделился воспоминаниями. Вот я смотрю на знамя, вот я его получал в Москве, знамя это, с бывшим командиром полка, и сюда привез. И теперь то я горжусь тем, что вложил свой вклад в то, что вы имеете такое боевое знамя. Для солдата-офицеров войсковой части в этот день звучали стихи и песни, посвященные службе Родине. Депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин максимально емко сформулировал главный замысел мероприятия. Наша общая цель и задача принести через время память о достижении наших воинов и сделать так, чтобы наше подрастающее поколение всегда знало и помнило своих героев. Закончился праздничный митинг возложением цветов. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции провели акцию, в рамках которой поздравили мужчин-водителей с 23 февраля. В праздничном рейде также приняли участие студенты колледжа Московского социально-экономического института и наша съемочная группа. Слово Наталье Буслаевой. В двери праздника поздравить вас с 23 февраля. Желать вам всего-всего самого хорошего, безопасных дорог. Остановили, чтобы поздравить. Автомобилисты были приятно удивлены и рады такому необычному рейду сотрудников ГИБДД накануне Дня защитника Отечества. Это мероприятие у нас проводится уже традиционно, как бы постоянно перед каждым большим праздником. Мы поздравляем наших автовладельцев, напоминаем им правила дорожного движения. Праздничные открытки, полезные подарки, среди которых фликеры и памятки по безопасному управлению транспортом, вручали и студенты колледжа Московского социально-экономического института. Очень сильно хочу пожелать, чтобы была большая бдительность на дороге, чтобы не пользовались мобильными телефонами в конце концов. Наверное, это самые такие яркие пожелания им будут и справедливые. Студентка второго курса Кира Алексеева была очень рада поучаствовать в такой необычной акции. Девушка считает, что подобные мероприятия создают не только праздничное настроение, но и позволяют еще раз напомнить водителям о правилах безопасного поведения на дороге. Хочу поздравить мужчин-автолюбителей с приближающимися праздниками Днем Защитника Отечества, чтобы у них было хорошее настроение. Девушка считает, пусть у вас будут хорошие дороги, пусть вы долгие годы будете за рулем. Спасибо большое. И такие же прекрасные у вас будут пешеходы. Прекрасно, с женщиной пообщаться, что вы, ну конечно. Долгаться не будет. Нет, не позволяет. Также во время рейда инспекторы проинформировали автомобилистов об опасности использования смартфонов за рулем. Чтобы снизить остроту этой проблемы, в Московской области проходит социальный раунд «Стоп-гаджет». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Бывших защитников Родины не бывает. С такими словами сотрудники ОМВД Ленинского городского округа поздравили с 23 февраля 92-летнего ветерана уголовного розыска Ивана Трофимовича Белова. За 55 лет службы он раскрыл сотни преступлений. Присоединилась к поздравлениям и наша съемочная группа. Иван Трофимович Белов – настоящая легенда уголовного розыска в Ленинском городском округе. За его плечами сотни раскрытых преступлений, десятки обученных сыщиков. Не поздравить с Днем Защитника Отечества бывшие коллеги и ученики ветерана просто не могли. Всего коллектива нашего управления Ленинского в преддверии Дня Защитника Отечества, а вы настоящий Защитник Отечества, и продолжайте его, будучи ветераном. Поэтому, ну, примите скромно от нас. Маленький тут подарочек. Сейчас Ивану Трофимовичу уже 92 года. За свою долгую жизнь он успел послужить в полку специального назначения. Сейчас его называют президентским. Поработать в органах внутренних дел, дослужиться до звания полковника и стать начальником управления. Я ушел в отставку, в 86-м году. А вернулся в 97-м опять, значит, помогать, значит, молодежи, значит, старались до 2008-го года. Говорит, работу, конечно, не из легких, но он ни о чем не жалеет. Ну, еще не любил бы, значит, я, значит, столько, значит, не отдал бы, значит, так, силы, здоровье, значит, так, тресковали. Ну, а всех делах, так, трудно. Это, значит, целый, значит, так, мемуар надо писать. На заслуженный отдых Иван Трофимович отправился только в 2008-м году, в возрасте 79-ти лет. В 2008-м вот только году я, говорит, пошел отдыхать. Но это отдыхать не в том понятии, что человек просто сидит и отдыхает. Он постоянно в обществе, постоянно общается, постоянно что-то, вот, при вручениях каких-то званий и так далее. То есть, вот, ну, человек не выпадает. То есть, он все еще в вашей команде? Он еще в строю. Все эти годы с ним рядом была его боевая подруга, жена Анна Парфеновна. Ругались до трех часов ночи. Я тоже была милиционером иногда. Вот так, правда-правда, это было. Спорили много. Она, несмотря на частое отсутствие супруга дома и заслужбы, сумела сохранить семейный очаг. И, как уверяет ветеран, во всем его поддерживала. Вместе они уже 57 лет. И это не предел. Жизнь накалила. Смеются супруги. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, проходили в разных поселениях муниципалитета. О том, как 23 февраля отметили в поселке совхоза имени Ленина, расскажет Дмитрий Книга. На территории школы поселка совхоза имени Ленина состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Защитника Отечества, организованное территориальным отделом «Картинский», общественным движением «За совхоз» и сотрудниками Центра культуры. Наша общественная организация выступила с предложением организовать несколько локаций военно-патриотического воспитания. В принципе, как вы видите, все достаточно успешно реализовалось. Людей пришло много, дети рады. На это мероприятие, этот сбор пришли люди совершенно разных возрастов. И дети, и уже мужчины, служившие в армии, призывники, и даже пенсионеры. Все с подъемом, с интересом относятся к подобным мероприятиям и с уважением относятся к тому, что здесь организовано и сделано для жителей поселка. Из подготовленных развлечений детям больше всего понравился мастер-класс игры на барабанах. И не страшно, что ритм они держали с трудом. Главное – громкий стук. На соседней площадке ребята разделились на несколько команд и приняли участие в турнире по лазер-тагу. Ты можешь стрелять на расстоянии. Это не как в детстве ты из полок стрелял. В составе каждой из команд по четыре человека. Игра учит основам тактики, развивает командный дух и взаимовыручку. Максимальное приближение по этому фактору к реальности. То есть, действительно, при попадании отключается возможность стрелять. То есть, человек выбывает из игры, играет до двух побед команда. Пока дети играли в подвижные игры, старшее поколение с удовольствием стояло в очереди за кашей, приготовленной на полевой кухне. Все по армейскому меню. Гречневая каша с тушенкой, с луком, с морковкой. И чай тоже в печке приготовленный. Спасибо, что сделали такой праздник для наших подрастающих поколений. Это очень важно, чтобы они росли патриотами нашей страны, нашего государства. Дай Бог, чтобы все у нас было хорошо, мирное небо. И я надеюсь, что мы так и будем жить. Среди множества площадок каждый пришедший на праздник нашел себе занятие по душе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.